Так, друзья, привет! С вами Просто Охотник. Сейчас у нас небольшое видео в продолжении обзора мелкошечных патронов СК. Мы уже с вами посмотрели по поводу кучности. Сейчас проверим тест на пробиваемость. Для этого я подготовил тысячу листов бумаги А4, которые мы будем пытаться пробить в выставлении мелкошечного патрона. Поехали! Друзья, одну пачку патрон пробивает вроде бы легко, поэтому я сделал две пачки. Я достаточно хорошо подготовился, купил две пачки бумаги, распечатал их на принтере на каждом листке номер от 1 до 1000, для того, чтобы можно было потом понять, где застрянет пуля. И скрепил скотчем, чтобы они от ударных нагрузок не разлетались. Сейчас можно немножко посмотреть, как я это делал. Используем две пачки. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Тысяча листов Чтобы придать жесткость, сделаем вот такой вот скотчем Надеюсь, все получится и тест будет интересный Поэтому предлагаю, в общем-то, от слов перейти к делу Поехали! Ну что ж, работает Продолжим Это был СК Стандарт Магазин Пистол Матч Пистол Матч Пистол Матч Спешл И стандарт Плюс Ничего пока не пробило Также сейчас полуавтомат Райфл Матч И Биатлон Спорт В принципе, пока никто у нас не пробивает Да, друзья, тестируем с близкого расстояния Чтобы посмотреть абсолютную пробиваемость Понятно, что на охотничьих дистанциях Либо на спортивных она будет меньше Это мы будем просто учитывать Так, друзья, ну и последняя по очереди, но не по значимости У нас серия Flat Nose Flat Nose Basic Flat Nose Target И Флэк Нос Матч И сейчас Опять же таки ничего не пробило Сейчас будем скрывать И смотрите, на куда добрались наши пульки Ну, во-первых, еще раз удостоверимся Что ни один патрон не пробил тысячу листов Причем практически в упор Вот Посмотрим, какой из них где остановился Вот условно 390 никто не пробил Поэтому, в общем-то, вторую пачку можно было не покупать Посмотрим, где пробили 354 чисто Ну, 345 чисто Где-то 340 Какие-то вмятины пошли Даже вот так Рваный Рваный лист небольшой Мы, наверное, будем смотреть там, где остановилась пуля Так, ну, давайте до Еще отдельно отмечать До первой Рваной Раны, да Это значит у нас 339 339 Внизу везде это будет, где первая рваная бумажка А наверху, где пуля Так, вот Видим 335 335 Ну, первая рваная 329 Let's not match Тоже такие серьезные повреждения пошли Так 315 Pistol match special 310 Биатлон Спорт Тебятлон-спорт у нас был уже Да Да 302 Семя авто Так Ну, вот как пулю считать Наверное Вот так вот можно считать Да Что 295 295 295 Как торчат они Да Начинают резаться 295 295 295 305 295 Так Где-то здесь у нас Вот 280 Вот Нос basic 205 305 306 Поехали Так, вот у нас первая рваная 251. Наверное здесь вот, да, 248. Так, и стандарт, да, стандарт магазин у нас где-то, наверное, вот 269, 269. Ой, так, 200, получается 239, это 239, 239. 226, так, 226. Значит, цифры, которые внизу, это тот лист, на котором впервые трещинка появилась на бумажке, тот лист, который наверху, тот лист, с которого я доставал, в общем, сплющенную полю. Сейчас сюда же я положу поле, сделаем фото, чтобы можно было видеть. Также я сейчас эту информацию сведу в таблицу и добавлю в ту же таблицу, где мы стреляли из канакученности, таким образом, чтобы все это было в одном месте и от стрелок других патронов я также буду обогащать в таблице такого вида. Ну что ж, в любом случае, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие видосики. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok